МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире обращение президента Республики Западная Армения Арменака Абрамяна по случаю 19-й годовщины образования Национального совета Западной Армении. Сыны Западной Армении Тигран Саакян. Вопросы армян Западной Армении. Выставка-ярмарка продукции арцахских женщин в Ереване. Новые подробности судебного заседания по делу о пожаре, унесшем жизни 15 солдат. Через 45 лет работы Минаса Аветисяна, представленной на выставке в Кымри. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Обращение президента Арменака Абрамяна по случаю 19-й годовщины образования Национального совета Западной Армении. В память о Леониде Асгалдяне и духа Западной Армении. Создание Национального совета Западной Армении. Почему был создан Национальный совет Западной Армении? Чтобы остановить уничтожение армянского народа в Западной Армении. Почему Шуши провозгласил Национальный совет Западной Армении? В память о полководце Андронике, поскольку турецкие войска захватили северную часть персидской территории летом 1918 года, создав поле для продвижения к Баку, захватив в частности иранские города Маку, Салмаз, Таврис, Серап, Ардебиль и Хой. Турки намеревались перебросить новые войска в Персию по железной дороге Александрополь-Джурфа для наступления на Баку. На Хадживане отряды Андроника перекрыли железную дорогу, а в Джурфе был захвачен турецкий карнизон. В районе Хой армянские формирования нанесли неожиданный удар по турецкой армии, дислоцированный в северо-западном Иране, что вынудило турок прекратить наступление на Баку и направить против Андроника назначенные силы. Бои в Хой длились несколько дней. Турки понесли большие потери, но постоянно прибывающие дополнительные силы создавали угрозу для армянской дивизии. В этих условиях Андроник был вынужден оставить Хой и, прорвав кольцо блокады, отступил в Джульфу. Далее, под давлением превосходящих по численности турецких войск, командующий армией Андроник был вынужден покинуть на Хадживан и пересечь горный Зангизур с целью прорваться через Арцах и достичь Баку, преградив путь отступающей турецкой армии. Некоторые события произошли в декабре, прежде чем английское командование открыто продемонстрировало свою позицию по вопросу Арцаха. 8 декабря представитель Томсона капитан Сирайд с офицером на четырех легковых автомобилях по четыре солдата в каждом прибыли в Шуши. Согласно другим источникам, впервые в Шуши вошли 50 английских солдат. Капитан сообщил, что он прибыл, чтобы помочь обездоленным в Карабахе и установить мир между двумя народами, и что с той же целью вскоре прибудут английские войска. Одним из первых действий Сирайда было то, что он потребовал разоружить только что прибывший в Шуши полк и сдать ему оружие. Временный совет, представив историю создания полка, отклонил его требования. По условиям Мудросского соглашения о прекращении огня 30 октября 1918 года между союзниками и Турцией остров Лемнас-Мудрос турецкие войска должны были покинуть за Капказе, но реальность была иной. Чтобы остановить военные действия, Андроник обратился к командованию Арцаха. Армянская сторона подчинилась директиве в декабре 1918 года. По этой причине Шуши оставался оккупированным. Какое отношение перемирия Ерзенка 18 декабря 1917 года имеет к созданию Национального совета армян Западной Армении? Без перемирия Ерзенка 18 декабря 1917 года никогда не было бы условий мира, чтобы признать право армян Западной Армении на самоопределение до обретения независимости в соответствии с международным правом. Какое это имеет отношение к 29 декабря 1917 года? По новому летоисчислению 11 января 1918 года декларация о праве армян Западной Армении на самоопределение содержит статьи, которые позволят применить другие признания российского декрета и государств-членов МОЗ. Столетие российского указа, признающего право армян Западной Армении на самоопределение до обретения независимости, является поводом напомнить содержание каждой статьи. С декларацией права армян Западной Армении на самоопределение можно ознакомиться на нашем сайте WesternArmemia.tv. Тигран Саакян родился 26 января 2002 года в селе Вартанашен Армавирской области. В 2007 году пошел в первый класс. Был главным героем школьных мероприятий. Неоднократно воодушевлял всех патриотическими песнями. Занимался плаванием, боксом, футболом, боями без правил. На республиканских соревнованиях по боксу занимал почетное место. Окончив школу в 2019 году, решает стать исполнителем несмешанных песен. До этого Тигран был солистом студии песней Зангак Цовинар Арутюнян, Дворца культуры имени Кумитаса Вечмядини. Занимался на клавишных инструментах. С 27 июля по 3 августа 2018 года участвовал в международном конкурсе-фестивале «Оранжевый кабулетти Грузии», представляя город Ичмядин. Заняв второе почетное место с песней «Армяне присоединяйтесь». За безупречную работу и высокий патриотический дух Мерия Ичмядина вручила Тиграну благодарственные грамоты. Выступал в воинских частях. В июле 2019 года поступил на подготовительное отделение армянской пении Государственной консерватории имени Кумитаса. В июле 2020 года успешно, сдав вступительные экзамены, поступает на первый курс. 13 августа 2020 года призван в армию, служил в Марта-Керте с 3 сентября в Маттагисе. День призыва выступил с авторской песни Гусана Айказуни во дворе военного комиссариата Эчмядина. Около 6 дней участвовал в боях за оборону Талыша, помогая солдатам вырваться из блокады. 2 октября, обеспечив тыл, помогая солдатам, дислоцированным в Маттагисе, выйти из блокады. Ребята были спасены. Героически сражавшиеся новобранцы и командир дважды попали в блокаду. Каким-то образом, прорвав кольцо, пройдя 20-25 километров по дороге, Маттагис-Марта-Керт на расцвете попали под ракетный обстрел. Именно здесь погибли 18-летние защитники родины Тигран Саакян, Армен Григориан и Нарек Еретян. За мужество и отвагу 21 января 2021 года Тигран Саакян награжден медалью за боевые заслуги. 22 мая 2021 года награжден медалью самоотверженный защитник 6-й армии. Ереванская государственная консерватория имени Комитаса 20 октября 2021 года наградила Тиграна памятной медалью, посвященной столетию консерватории. Вечная слава павшим в бою героям. Положение армянских представителей делегаций Сейма становится особенно тяжелым, когда они узнают, что Карин захвачен турками, а в Брест-Литовске подписано соглашение о возвращении туркам Карса и Ардагана. Турки настаивают, чтобы делегация Сейма немедленно признала Брестский договор и освободила указанные районы. Представители Закавказья, в свою очередь, заявляют, что Закавказья не признала власть большевиков с первого дня революции, поэтому любой договор, подписанный ими, для них неприемлемым. Утверждение турок основывалось на том, что на момент подписания Брестского договора Закавказья не провозгласила свою независимость. Делегация Сейма в письменном виде представляет несколько пунктов, выражающих их позицию, один из которых касается права армян и других наций на автономию в турецкой Армении. Турецкая делегация категорически отвергает этот пункт, заявляя, что не позволит вмешиваться во внутренние дела своей страны. На отдельной встрече предлагаются два варианта решения проблем в Западной Армении, о которых можно ознакомиться на нашем сайте Western Armenia TV. Видеофильм, рассказывающий о событиях в Западной Армении, доступен на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. При поддержке фонда Анна Асвад Сатурян и по инициативе Центра поддержки арцахских матерей 17 декабря в Ереване состоялась выставка-ярмарка продукции арцахских женщин. Марьян Абрамян, учредитель общественной организации Центра поддержки арцахских матерей, в беседе с корреспондентом Айком Маратюняном отметила, Идея о инициативе родилась еще в Арцахе, в условиях блокады, когда большинство людей лишились работы. Тогда мы решили, поскольку дорогу ненадолго открыли, и можно еще что-то привезти, провести выставку-ярмарку. Все уже было спланировано, оставалось несколько дней до ярмарки, но дорога окончательно закрылась, и мы оказались уже всем известно, в какой ситуации. Через некоторое время мы приняли решение не сидеть сложа руки, а вдохновить и придать силы арцахским женщинам, и решили перенести проект сюда. Собрали женщин-предпринимателей, и, как видите, павильоны переполнены. Надеемся, что к концу дня павильоны будут пусты. Участниц 55, но обратившихся было около 70. Пришлось выбирать. Надеемся, что следующая ярмарка будет больше, и больше людей смогут реализовать свою продукцию. Планируем провести следующую ярмарку в начале марта. 15 декабря в суде общей юрисдикции первой инстанции Яркуникской области прошло заседание по делу о пожаре, унесшем жизни 15 солдат. Причиной пожара в казарме, по официальной версии, стало нарушение правил обращения с бензином. Решением суда срок ареста обвиняемых Егеши Акупяна, Гора Агекяна и Марлена Саркисяна был продлен на три месяца. Показания дал присутствующий при происшествии военнослужащий, пострадавший Ливон Харатян. Потерпевшая сторона недовольна расследованием дела. Родители солдат официальной версии не верят, согласно которой главный обвиняемый по делу капитан Егеши Акупян подыл бензин в печку, что и стало причиной пожара. Адвокат Норай Норикян после судебного заседания сообщил журналистам, что показания Ливона Харатяна существенно отличаются от предыдущих показаний. «Мы воспользовались процессуальным правом, ходатайствовали о публикации показаний на предварительном следствии. Более того, показания Ливона Харатяна противоречат не только его предыдущим показаниям, но и показаниям других. Ответы на вопросы, которые могут пролить свет на обстоятельства дела, Ливон Харатян говорит, что не помнит. Его показания крайне недостоверны для нас», – уточнил Норикян. На предыдущих судебных заседаниях были изучены письменные доказательства, и потерпевший Ливон Харатян дал показания. Заседания прошли в напряженной атмосфере. Следующее заседание, на котором продолжится допрос Ливона Харатяна, состоится 26 января 2024 года. Работы заслуженного художника Восточной Армении Минаса Аветисяна через 45 лет представлены на выставке «Глюмри». Выставка «Художник, создающий цвета», посвященная 95-летию Минаса Аветисяна, открылась в выставочном зале муниципалитета. Выставка проводится в рамках грамтового конкурса на юбилейные мероприятия под названием «Художник, создающий цвета». Для нас очень важно завершить год выставкой, посвященной 95-летию Минаса Аветисяна. Выставка «Исклюзивная». Через 45 лет работы Минаса Аветисяна представлены на выставке в «Глюмри», отметила начальник отдела культуры по вопросам молодежи общины «Глюмри» Лилит Томасян, пригласив на выставку жителей «Глюмри» и гостей. Представлены 28 работ из Золотого фонда Национальной галереи Армении, которые пробудут в «Глюмри» более месяца. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях. Правительство также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушаем песню «Ари Зоровар» в исполнении Рубена Сасунци и Гуар Ованисян. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok